В минувшие выходные обрушился один из символов Воронежа – Каменный мост. Люди сразу начали спорить, кто виноват – сильный ливень или нерадивые чиновники, которые не уследили за состоянием моста. Давайте спросим самих воронежцев. Как считать, кто виноват в обрушении Каменного моста? Я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, погодные условия зачастую. Ну и, скорее всего, то, что уже в силу возраста он уже как бы дал слабину. Да, мне кажется, уже это старость. То есть со временем обрушился? Да, конечно. Кто тут может виноват быть? А что, мост обрушился? Да, но часть его. А вы вот этот? Я просто не местный. Вы даже не заметили? Не, я смотрю, ремонт делаю, думаю, нормально, все, ребята чинят. Я думаю, это власть, которые не думали, что погода может такое устроить. Я думаю, что время... Ну, когда я увидела, что он разрушился, мне очень грустно стало. Ужасно грустно. Прям трагедия какая-то для меня была. Ну, ничего. Я думаю, что его отреставрируют быстро. Зачастую люди винят чиновников. Так ли? Я бы все обвинила, да, без проблем. Я думаю, что их вина тоже в этом есть. Вполне возможно. Ну, наверное, те, кто его строили. То есть не те, кто должны поддерживать. И кто поддерживает. Потому что мы вот здесь живем рядом. Уже давно на этой площадке были воронки, куда стекала вода. После дождей, после зимы. Вот. И еще мы думаем, ну надо же, вот она стекает там где-то. Значит, она будет подмывать опорную стену. Я считаю, что вот за этим местом очень плохой надзор. Очень плохой. И вообще наша вот эта часть Карла Маркса, вот та часть Карла Марса, которая после, где пролетарий, там поддерживается в хорошем состоянии. Вот улица. Прям резко отличается. Потому что я в Солнечный Олимп туда хожу. А наша Карла Маркса, заботая Богом. А почему так? Как вы считаете? Да, не знаю. Это вопрос к властям нашим. Ну и вообще, как бы, это культурный центр, куда водят экскурсии, чтобы показать, вот тут же каждый дом, это историческая ценность. Ну и посмотрите. Ну что-то еще более-менее. А вообще, вот эта площадка, ну это вообще позор. А как вот Воронеж переживает дожди? Я думаю, определенные проблемы есть. Например, тот же самый, в прошлом году был случай на Динамо, когда в Низине очень сильно затопило, и многие машины пострадали. Ну а в целом, я думаю, как бы у прибрежных районов есть проблемы, а так нормально. Оцените, как Воронеж переживает дожди? Ужасно. О, это я могу сказать. Ужасно. Катастрофа. Вот где я живу, там все, ты не можешь выйти из своего дома. У меня нет машины, но я видела видео, мы все видели видео. И катастрофа. А как вы передвигаетесь в лужи? Я стараюсь не передвигаться в лужи, игнорировать их. Ну это ужасно. Ну, где ливневки есть, то нормально, а где их нету, то это беда. Нужно строить лучше канализацию, чтобы водостоки были. Да какие дожди? Вы мне скажите, что за бедствие? Прошел обычный дождь. Ну это обычный дождь был, не было урагана, не было ничего. Вы же понимаете, что от обычного дождя такая стена, даже от урагана она не упадет. Я конкретно по вот этой площадке и по вот нашему отрезку, потому что, ну тут много вопросов. И чистится не... Ну вот сейчас еще как-то вот вычистили, вот видно. Но это очень долго. А весной, ну просто, ну это же самый культурный центр исторический. Я считаю, это лицо города. Это нужно просто изначально вот сделать, прям как яйцо пасхальное, чтобы оно блестело. Ну я так думаю. Спасибо большое за ваше мнение. Потому что плитка, посмотрите, видите, она отломана, да? Она же не вчера отломилась, вон плитка. Но понимаете, это как дома. Мы там что-то купили, дорогую мебель поставили, а под ногами у нас мусор. И везде унитаз у нас грязный, там или еще. И вот эта вот картина, она портится. Может быть и стараются наши власти, но нужно в комплексе в целом смотреть. Вот для меня это убогость. Это не стоит много денег. Но для меня, чтобы была чистота и порядок, и в рамках. Не надо ни помпедности, ни там каких-то, я не знаю, дорогостоящих, я не знаю что. Ну я не знаю, тут елки не посадишь, здесь все в асфальте. Но я считаю, что улица должна быть чистая, отремонтированная. Вот это все, вот этого ничего не должно быть. Но я говорю, хотя бы в центре. Спасибо.